Вниманию водителей улица Черняховского стала непроходимой. В ледовый плен попадают ежедневно десятки машин. Такие картины стали привычными для жителей дома номер 3 по улице Черняховского, как и круглосуточные звуки буксующих машин. Огромные глыбы льда, наросшие на некогда проезжей части, сделали этот участок дороги непреодолимым для множества автомобилей. Десятки из которых элементарно застревают в глубоких промоинах, не имея ни малейшей возможности выкарабкаться из них самостоятельно. Если машина не водовая, то тут просто нереально проехать. Езда на заднеприводной или переднеприводной машина, она здесь садится и помогаем только сами друг другу. Давно? Ну вот я уже здесь неделю езжу по данному маршруту и неделю помогаю всем. У меня вопрос, здесь была попытка, не знаю, почистить, была дорожная техника? Не видел здесь за неделю ни одной техники, ни одной единицы, ни даже рабочего какого-то ТСЖ, который должен быть здесь перед домом. По счастью, в традициях нашего человека помогать попавшему в беду оттого и не удивляет никого, что застрявший автомобиль спасает не специальная техника, а случайные прохожие и проезжающие мимо водители. В общем, те, кто понимает, в такой ситуации здесь может оказаться каждый. Своими силами. Такое безобразие, по словам очевидцев, здесь творится уже вторую неделю. Все обращения в соответствующие службы ни к чему не привели. Не видно, чтобы здесь работала техника или люди. При том, что расчистить эту дорогу требуется незамедлительно. Ведь помимо праздно шатающихся автолюбителей, здесь пролегают маршруты и спецтранспорта, и автобусов, и пешеходов, и даже учебных машин. Во-первых, очень большой бардак, конечно. Мы проехать здесь не можем, мы разворачиваемся и отъезжаем. То есть делаем разворот, даже неграмотный разворот для народа. То есть учим их, я не знаю, экстремальному вождению. По нашему городу иначе никак не проедешь. Насколько это вообще опасно для вождения? Не только даже для вождения, для пешеходов опасно. Люди же тоже ходят здесь. И если для учеников автошкол такой реализм может оказаться даже полезным, то для всех прочих участников дорожного движения он точно во вред. Нет. Разбитые подвески, пробитые колеса, расколотые кузова – все это ежедневные реалии следствия слепоты и глухоты городских чиновников и дорожных служб, чьи автомобили, ровно как и управляемая ими дорожная техника, здесь не ездят. Лишь чудом обходится пока без трагедии, вот только надолго ли. А надо всего лишь определиться с руслом или обустройством дренажа для крохотного ручейка, бегущего с ближайшей сопки. Это именно он наделал столько бед и доставил столько неприятностей жителям ближайших домов. А еще создал массу проблем всем без исключения автомобилистам, рискнувшим сунуться в этот район. Нередко с печальными последствиями для себя и своих авто. Искусственно-естественное препятствие, расположенное по адресу Черняховского, дом 3, надежно защищает одну половину города от другой. Любой, кто попытается здесь проехать, будь он друг или враг, если у него машина с низким клиренсом или не имеет 4 ВД, он останется на этой половине или переберется на ту, но разбив и машину, и клиренс, и 4 ВД. Продолжение следует...